Включите экран! Это кто? Это вы, загребированный под нашего бессмертного классика. Под бессмертного? Это хорошо, но борода мне не идёт. А это кто? Это тоже вы, но с бакенбардами, как у Пушкина. А вы уверены, что Пушкин прокатит? Конечно, прокатит. Он же, как и вы, наше всё. А какие ещё есть варианты? Есть ещё вариант Керенского. Включите свет. Это никуда не годится. Вы, Дмитрий, с ума сошли. Нельзя, чтобы альфа-самец превращался в альфа-самку. Но это же только на тот случай, если придётся под давлением бежать из России. В гриме больше шансов замести следы и добраться до безопасного места, где до вас не доберутся следователи международного криминального суда. Только где оно, это безопасное место? Вот, Тибет. Это же Гималайские горы. В них можно выдолбить хороший бункер. Пока, Лавр, его будут долбить, меня самого быстрее задолбают. А может, в джунгли Амазонки? Там же ещё не все племена обнаружили. А что, затеряйтесь среди индейцев, может, сойдёте за своего? Нет, это тоже не вариант. Они ведь не знают, что такое офшоры. Вот может, рвануть в Антарктиду? Говорят, Гитлер в Антарктиде спокойно дожил до самой старости. А кто вам сказал, что Гитлер скрывался в Антарктиде? Вот мне, к примеру, больше нравится версия, что он улетел на обратную сторону Луны. Да, некоторые историки даже считают, что для этой цели там, на Луне, была создана база нацистов. Нацистов? Бендеровцев? Нет-нет, Владимир Владимирович, ни в коем случае не бендеровцев. Это были дружественные нам нацисты. Ну, если дружественные, то тогда Луна – это вариант. Кстати, у нас, кажется, была лунная программа. Была, но мы же ее законсервировали из-за Олимпиады в Сочи. А потом Крым наш и недолунные программы. Значит так, постановляю в кратчайшие сроки возродить нашу лунную программу. Времени на раскачку нет. Вам повестка. Из Гаги должна быть смешна. Но если двинуть за границу, так сразу уж хана. В Минск сгоняйте. Или даже в Алматы. Там ведь меня не повяжут менты. Спасет Луна. Не то кранты. Мне ведь разрушили пиндосы все проекты и мечты. Спасет Луна. Не то кранты. Мне обломали все поездки. Вашингтонские скоты. Дебилы, бля. Да, велика Россия, а убегать некуда. Вы слышали, коллега? Путин потребовал начать на Луне строительство лунной базы не позднее 2034 года. Интересно, почему именно 2034? А вы не догадались? Все потому, что к 2034 году купить стройматериалы и нанять строителей китайцев можно будет уже прямо там, на Луне. Нет, это черт знает что. Черт знает что. Чем это вы недовольны, господин премьер? Легко сказать. Возродите лунную программу. Деньги же, которые на нее когда-то выделяли, распилили. Еще при бывшем главе Роскосмоса Рогозине. Ничего страшного. Распилим, то есть напечатаем новые. Вот скажите, госпожа Загагулина, как глава Центробанка, можем напечатать бюджет для Луны? Боюсь, Дмитрий Анатольевич, из-за нашей специальной военной операции скоро кончится бумага и деньги не на чем будет печатать. Ну вот, черт знает что. Лететь надо, а денег нет. А зачем лететь? Может, проще этот полет на Луну сымитировать? Мало ли на просторах нашей необъятной Родины, депрессивных регионов и прочих лунных пейзажей. Найдем территорию, похожую на лунный пейзаж. Посадим туда луноход с Путиным. Он ничего и не заподозрит. Нам же не в первый раз Потемкинские деревни мастрячить. И потом, это же часть нашего исторического наследия. И действительно, от Потемкинской деревни до Потемкинской лунной базы всего одно трехсотлетие. Отправим дорогого Владимира Владимировича на Луну и дело в шляпе. А как вы собираетесь его туда везти? Там же дорог нет. Построим по-быстрому. Вы с ума сошли. На строительство дорог в российской глубинке у нас и в лучшие времена ресурсов не хватало. Ну, тогда предлагаю к нашей лунной программе привлечь Шуру Перетрахченко. А он тут каким боком? Ну, во-первых, у него еще с советских времен дороги остались. А во-вторых, он же фанат модернизации. И что? А после его модернизации там такой лунный пейзаж и такая космическая безнадега, что можно только позавидовать. А он согласится? Сейчас я с ним по старой памяти переговорю. Согласится. Председатель Перетрахченко у аппарата. Здравствуйте, Шура. О, Медведев. Сколько лет, сколько зим. Чего не заезжаешь? Я уже для тебя и самогонки нагнал. И картофельный с редькой, и картофельный с хреном, и настойку на колорадском жуке. Да я не по этому поводу. Мы хотим включить ваш колхоз в светлый жах в нашу лунную программу. А я всегда говорил, что нашему колхозу под посадку картофеля необходимо парочку лунных кратеров. Уж мы-то там парадок наведем. Только есть один нюанс. Никто никуда не полетит. Луной, точнее обратной ее стороной, будете вы и ваш колхоз. Ты меня, Медведев, за нос не води. С каких это пор я буду тут заниматься очковтирательством бесплатно. Погодите, не кипятитесь. Вам всего-то нужно будет изобразить местных дружественных лунатиков. И очередной кредит на развитие космического сотрудничества будет вам гарантирован. Ну вот, это другой разговор. Будет тебя обратная сторона луны. Слыхали, оболтусы? Приказываю, в связи с участием в лунной программе переименовать наш колхоз светлый жах в лунный жах. Товарищ председатель, ну как же мы сможем имитировать луну? Мы же не похожи на лунатиков. Ты, Безголовченко, не скромничай. Ты ж у меня успехи в экономике имитируешь точно как лунатик. Так какие будут указания? Короче так, срочно созвать всех колхозников на субботник. Что, будем расширать наши пустые щелостные ямы до размеров лунных кратеров? Нет, Безголовченко, тут другая задача. Срочно обучить всех колхозников навыкам лунатизма. Чтоб из них были такие лунатики. Чтоб комар носу не подточил. На луну, чтоб нам слетать, было без опаски. Я готов насочинять для Вована сказки. Имитировать полет. Можно и в колхозе. И сажусь я в звездолет. В неудобной позе. И любому, наконец, мне напомнить нужно. От тебя не жду чудес. Будь всегда послушен. Я народу послужу. У меня ж характер на луне. Сооружу наш славянский кратер. Вы слышали, коллега? У наших союзников в России вновь возобновлена лунная программа. И наш председатель изъявил желание в ней поучаствовать. С чего бы это вдруг? А с того, что Перетрахтенко хочет напомнить народу, что колхоз Светлый Жах тоже великая космическая держава. Ну, об этом наше правление напоминает нам каждый день. Это каким же образом? Сходите в магазин и убедитесь, цены стали просто космическими. Ну что, лунатики, какие будут предложения по внешнему виду? Население колхоза Лунный Жах. Мы тут подготовили для вас небольшую подборку всяких гуманоидов. Есть предложение не мудрствовать лукаво и использовать образ классических зеленых человечков. Вот они. Ты что, Наташа, сдурела? Какие что, зеленые человечки? Нас же Вован сразу к своим зеленым человечкам на войну отправит. Нет, не пойдет. Есть и другое цветовое решение. Можно принять вид жителей планеты Пандора из фильма «Аватар». Вы с ума сошли? Вы что, не видите? Они ж голубые. Ну ладно там, женщина с женщиной. Но мужик с мужиком. Это только через мой синий труп. Ну тогда, может быть, возьмем за основу персонажей из фильма «Киндзадзан»? Вот, совсем другое дело. Совсем как мои колхозники. Так и есть. Только в фильме их называют не колхозниками, а подсаками. Да, видите? У них в носу специальный колокольчик. Они должны прислуживать чатланам и при встрече с ними приседать и говорить «ку». И всем в их колхозе управляет верховный правитель, господин ПЖ, который ходит в малиновых штанах и летает на пепелатце. Ну вот и отлично. Мне нравится. Все будем делать, как в этом кино. Всем колокольчики в нос, а мне малиновые штаны. И учтите, я проверю, кто из вас пацак, а кто не пацак. А под что деньги будем просить у Путина, когда он прилетит? Ясно, под что. Под размещение стратегических ядерных пепелатцев. Ой, вся бровка. А что это такое бразгоча? Это ж председательский пепелатц. Наш председатель Петрахченко надел малиновые штаны и решил организовать все в колхозе, как в фильме «Киндзадза». Внимание, внимание, сообщаем последние новости. Сегодня председатель Петрахченко принял важное историческое решение о «Киндзадзации» колхоза «Светлый Жах». Нет сомнений, что это будет феноменальный прорыв, так как при «Киндзадзе» все обязаны радоваться жизни. Так что радуйтесь, «Ку» и еще раз «Ку». Матка-боска, и что нам с этой «Киндзадзой» рабить? Ясно, что. Радоваться. Чему радоваться? А ты что, не слышала? Радоваться тому, что все сейчас хорошо. Ой, ведь завтра, не дай бог, может стать еще лучше. Владимир Владимирович, разрешите доложить. Ракета в рамках возрождения нашей лунной программы готова. И попрошу заметить, с большой экономией бюджета. А она точно взлетит? Не беспокойтесь, Владимир Владимирович. Она не только взлетит, но и приземлится по плану там, где надо. И кроме того, на обратной стороне Луны вас уже ждет официальный прием местного населения. Очень хорошо. Нам как раз очень нужны союзники. А то мне порой кажется, что мы одиноки в этой вселенной. А я так и не понял, Димон. Как это вы так лихо связались с лунатиками, минуя Министерство иностранных дел? У вас же даже телескопов нет. А я и без телескопа вижу, что они нам уже машут. И ждут нашего официального визита как можно скорее. Так что счастливого пути! Лунатикам передавайте от меня персональный привет. Не понял, Димон. А ты что, не летишь? Я не могу, Владимир Владимирович. Меня на ракете укачивает. И я тоже не могу. Без меня экономика скоро в черной дыре окажется. Это еще что? Вот без меня здесь курс рубля точно в космос улетит. Дебилы, бля. Вот ты, человек-ученый, так объясни мне, почему у этих наших всенародных в космос потянуло? Как вам объяснить, уважаемый? Должен же кто-то заниматься загадкой черной дыры. А что за загадка? Ну вот, к примеру, возьмите нашего среднего пенсионера. Правительство утверждает, что он при средней пенсии в 400 рублей 300 рублей отдает детям, 200 возвращает в качестве долга, а на остальные прекрасно живет. Погоди, погоди. Что-то арифметически не получается. На что же он живет? У него же в кармане дыра. О, вот это, уважаемый, и есть загадка черной дыры. Да, действительно, лунный пейзаж – это ужасное зрелище. Какой маленький шаг для человека, и какой огромный шаг для россиян. Шура, а вы что тут делаете? Какой я тебе, Шура? Где ты видел у Шуры малиновые штаны? Странно, но вы так похожи на одного земного проходимца. Впрочем, давайте к делу. Здравствуйте, дорогие лунатики. Мы прилетели к вам с миром, с русским миром. Что они говорят? Видимо, одобряют. Конечно, одобраем. Мы одобраем все, что делает наш великий земной брат Ту. А вы кто? Я товарищ Лу. Верховный чатланин обратной стороны луны. А это мои пацаки. Видите ли, достопочтенный Лу. Неспокойно там у нас на земле. Возможно, вскоре мне придется спрятаться у вас в каком-нибудь бункере. Кстати, говорят, что и Адольф Гитлер где-то у вас спрятался. Конечно! Ведь не все только плохое связано с известным Адольфом Гитлером. Только он переехал. Так что жилплощадь, можно сказать, освободилась. Вот и хорошо. Но предоплату попрошу вперед. Какую еще предоплату? Как какую? За аренду бункера плюс коммуналка. А она у нас на Луне, знаете какая, растет с космическими темпами. Нет, все-таки кого-то мне этот гуманоид напоминает. Точно! Уж больно на Шуру смахивает. Кончайте шептаться, пацаки. Платить будете или как? Нет, это точно Шура. Узнаю славянского брата. Ну какой я тебе ваван Шура? Я, между прочим, здесь не просто главный чатланин. А я еще и лунатик со знаком качества. Никакой вы не лунатик и не чатланин, Шура. А самый настоящий пацак. И платить я вам не буду. И не мечтайте. Я вновь с пустым карманом. И это очень странно. Как лунных инвестиций наращивать объем? Я дал вам лунных траншей. Давайте без обмана. Здесь все должно быть общим. У нас с тобой вдвоем. Ты жесточайшую обиду меня заставил испытать. Обманщик. Дай еще кредитов. Не то ли чу. У Сидзиньпина занимать. Да-да. А шо еще остается делать? Он вам не даст, Шура. Что это значит? В это вранье я не поверю никогда. Он мне сказал, Шура, что был утрачен. Кредит доверия к нам, Шура, навсегда. Капец. Зато космос наш. У меня что-то стали закрадываться смутные сомнения. И западные страны к нам крайне негуманны. Считают почему-то меня своим врагом. Совсем там и залгались безумцы, шарлатаны. Из космоса ракеты по ним мы долбанем. Все безвоздушное пространство Сумели бы завоевать. В ответ на западное хамство Заставим землю тоже нашей признавать. Все ж вокруг колхозное, все вокруг мое. А вдруг в ответ Шура нас расфигачат? Не может быть! Я не поверю никогда! Мне заявил Байден, что был утрачен. Кредит доверия к нам, Шура, навсегда. Что я вам скажу, коллега? Бардак в колхозе Перетрахченко похож на космос. Почему вы так решили? Потому что и тот, и другой бесконечны. Кстати, коллега, а вы слышали, как простые люди отреагировали на идею Путина немедленно возобновить лунную программу? И как же? Спрашивают, а Луну-то за что? Редактор субтитров А.Семкин